Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет, Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Другой же из учеников сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. У Луки в 9 главе, 59-60 стихи, похоже. Какая-то жестокая фраза. Представим себе, подходит человек, говорит, у меня отец умер, я вот похоронить его хочу. Иисус вместо того, чтобы выразить свое сочувствие, как-то вообще одобрить, что человек исполняет сыновний долг, говорит им, а пусть мертвые сами себя хоронят, а ты давай иди за мной. Это очень жестоко. Нет, ну можно сказать, в смысле, эти духовно мертвые люди, да, пусть они хоронят твоего мертвеца. Но это тоже очень жестоко. Может быть, еще более жестокое высказывание, потому что что же плохого в том, чтобы похоронить отца? Ну это, мне кажется, вот та вещь, которую просто, ну, никак нельзя счесть признаком, там, бездуховности, чего-то еще, да. Много споров, много толкований. Ну, как бы обычно, что говорят? То есть даже забота о родителях не должна отвращать нас от следования за Христом. А эти духовно мертвые люди, ну, они не способны проповедовать Евангелие. Они все сделают, они умеют исполнять обряды. Ох, вот не неофитам бы только такие толкования, да, потому что всякий себя мнит неофит вершиной духовности, а окружающих духовно мертвыми, да. Есть другое объяснение. Никто уже не сказал, что отец умер. Позволь мне пойти похоронить отца означает, отец у меня уже старенький, нуждается в заботе, в защите. Я, как сын, обязан с ним жить. Между прочим, вот сегодня у нас там есть всякие пенсии, собесы и прочее, а в старину как было? Сын обычно младший, да, у народов востока обычно младший сын, он живет дольше с родителями, чем остальные, поэтому он остается, пока родители живы в их доме, потом наследует этот дом. Этот обычай до сих пор, кстати, в Средней Азии соблюдается, например. Старший уходит, они строят свои дома, а вот младший, он, пока родители живы, он исполняет обязанность по уходу за ними. И похоронить отца это может быть через 10 лет. То есть вот мне пока есть чем заняться, у меня неоплаченный долг, я должен его отдать. Уже гораздо лучше, потому что тогда получается, что об отце может позаботиться кто-то другой, ведь не сказано, что он там единственный. Ну просто Иисус говорит, слушай, эти отговорки, они могут длиться бесконечно. Сейчас ты отца должен до конца жизни содержать, потом у тебя там жена, потом у тебя дети, потом у тебя там, не знаю, соседи, которые болеют. Ты так никогда и не начнешь ничего. Действительно это часто бывает. Вот человек откладывает свои какие-то важные решения. Ну потом, когда на пенсию выйду, вот сначала надо детей поднять, семью обеспечить, о родителях позаботиться, а потом и жизнь прошла. Так ничего и не сделал, что собирался. Но смотрите, а что идет перед этой фразой у Матфея? «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить главу». Так ведь это же явно не в буквальном смысле. Его принимали во многих домах. Он пировал иногда даже с грешниками и мытарями, за что его упрекали. Но это не так, чтобы ему негде было переночевать. Совсем не в этом смысле. Оборот речи. И вот смотрите, книжник — это человек, который точно знает, где он будет обедать, где он будет ночевать, какой у него будет доход. У него высокое положение в обществе. Он уважаемый человек. А это бродячий проповедник. Он говорит, а я не знаю, где я буду ночевать завтра. Может, позовут, может, накормят, а может, придется в чистом поле камушек под голову подложить и так спать. Ты понимаешь, от чего ты отказываешься, идя за мной? Ты готов к этому? Так что не совсем буквально получается. У Луки после этих слов о похоронах еще один диалог. У Матфея нет. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Да, так как бы смягчает ситуацию. Не похоронить, а всего лишь проститься. Но уж это-то можно позволить. Ну, подойти, сказать, мама, папа, жена, дети, братья, сестры, я ухожу за Иисусом, пойду. Мне кажется, это тот минимум, без которого просто нельзя обойтись. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Опять-таки, небуквальный образ. Что значит, положивший руку на плуг? Я вот никогда не пахал, но кто пахал, наверное, понимает, что надо, если ты взялся за плуг, надо вперед смотреть. Нельзя пахать, глядеть туда. Ну, в нашем случае, допустим, нельзя везти машину, глядя назад. Надо вперед на дорогу смотреть. И, по сути дела, он говорит, смотри, ты вот хочешь проститься с семьей, одному говорит, другому говорит, ты не оцениваешь риски, когда ты говоришь, я пойду за тобой, а вся твоя налаженная, благополучная, сытая, почетная жизнь пойдет прахом. И вот у тебя есть что-то такое, вот, может быть, очень для себя важное, и дорогое, похороны отца. И это вряд ли буквально. Ну, я так думаю, может быть, я ошибаюсь. Вот всегда есть причина, всегда есть что-то, что для тебя важнее. Пойми, что надо сделать выбор вот среди всего. Вот тебя что-то сейчас беспокоит, у тебя что-то происходит, ты кому-то должен отдать какой-то долг, ты завязан в какие-то отношения, ты никогда из этого не выберешься, если ты не скажешь, а я иду проповедовать Евангелие. У Луки есть прибавление, предоставив мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Возвещай Евангелие, вот что бы ни было. Ну, кстати, похороны отца – прекрасный повод. И, кстати, сегодня очень часто об этом говорят священники, которые отпевают мертвых. Это, ну, чуть ли не единственный повод обратиться с проповедью к родным умершего, потому что, когда все благополучно, люди об этом не думают. Когда они смотрят на холодные трупы, они думают, что же дальше-то, и думают о том, что однажды и каждый из нас, да. И это подходящий повод об этом поговорить. Ведь, смотрите, есть очень разные вещи. Можно похоронить, ну, обряд почетный, успокаивающий, земля пухом, выпьем в память, а можно проповедовать Евангелие на тех же похоронах. Да, это две очень разные, два очень разных способа проститься с умершим. И мы знаем, что Христос не был небрежен с родными и близкими. Ну, вот Иоанн рассказывает в 19 главе, в 27 стихе, как он поручает свою мать заботам Иоанна. Мы знаем, что когда умер его друг Лазарь, он пошел его и воскресил. Они сказали, пусть его мертвых похоронят. Это все люди такие примитивные, земные, они о духовном не думают. Нет, он пошел и воскресил. Более того, он там плакал, да, когда узнал о смерти. То есть он переживал, но когда к нему приходят и говорят, мать твоя и братья стоят, он говорит, вот мои мать и братья, те, кто слышат слово отца и исполняют его, да, он не говорит, сначала семья, все в дом. Вот я выполню то, что я должен как хороший сын, как брат, но там, кто его братья, отдельный вопрос, с точки зрения православной традиции, это дети Иосифа от первого брака, но сейчас не это важно. Вот моя родня, да, у каждого человека есть обязательство перед своей роднёй. И он не говорит сначала родня, а потом воля отца моего небесного, да. Нет, ровно это. Что же за мертвые погребающие мертвецов? Я не знаю. Вот как верблюд, который через угольное ушко пролезет скорее, чем богатый человек войдёт в Царствие Небесное, да? Вот что это за верблюд? Был ли там какой-то реальный верблюд? Был ли какой-то реальный угольное ушко? Или это просто такой оборот речи? Ну, невозможно это. Вот немыслимая вещь, да? Когда рак на горе свистнет. Какой рак? Какая гора? При чём здесь свист? Может быть, такой оборот речи, который мы просто не знаем. Оборот, вот из обихода Палестины, земли Израиля, первого века нашей эры. Может быть, действительно имеется в виду конкретный человек. Для этого нам надо бы понять. Вот нет способа это сделать. Если бы мы могли, тогда бы мы, конечно, это узнали. Понять, кто спросил Иисуса об этом, каков был его семейный статус, да? То есть, кто его отец, и вообще, как с его родителями обстояло дело. Но это не очень важно. Мне кажется, что иногда, вот как верблюд и угольный ушко, как ещё какие-то вещи, Христос делает что-то парадоксальное, абсурдное с точки зрения земной логики, для того, чтобы сказать, есть вещи поважнее. Вот мы живём в какой-то привычной своей среде, и похороны родителей, это, конечно, важнейшая обязанность человека, да? Но не главное. Но есть вещи, которые важнее даже этого. Мне кажется, он говорит вот ровно это. А что там, кто кого хоронил, ну, не знаем мы. Надо смириться с тем, что не всё мы знаем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok